Мы дошли до главы, которая рассказывает о страхе посланника Аллаха, саллиллаху алейкум, перед Всевышним, Аллахом, субханаху ата'аля, о Его покорности Ему и Его усердии в поклонении. Усердие пророка, алейкум, саллиллаху алейкум, поклонение. Ученые сказали, и автор тоже говорит, страх человека перед Аллахом бывает в зависимости от Его знаний. Допустим, мы видим сегодня неверующие люди, они вообще не боятся Бога. Почему они Бога не боятся? Они Его не знают. Простые джахили, которые о Всевышнем мало знают, не анализируют, они тоже не боятся. В то время как по-настоящему боятся Аллаха те, кто Его знает. И те, кто знают, что нас ждет впереди, как в Коране Аллах, субханаху ата'аля, говорит, иннама яхшаллахамин аибадиил улема. Как положено, Аллаха боятся из Его рабов только ученые, знающие люди. И поэтому посланник Аллаха, субханаху алейкум ассалям, так как Его знания были о Всевышнем и о том, что нас ждет на этом свете, потом в могиле, потом в судный день, потом в Ахирате, естественно, и в соответствии с Его знанием о Всевышнем, нас многих сегодня обманывает частое повторение о Его милости, о Его шедрости, о Его снисходительности. Аллаха, субханаху ата'аля, и многие этим обманываются. В то время как мы знаем, что Аллах, субханаху ата'аля, погубил целые народы. И сейчас мы видим часто, это постоянно повторяется. Какое-то стихийное бедствие там, полмиллиона человек, сто тысяч, восемьдесят, семьдесят тысяч. Аллах, субханаху ата'аля, и вместе с тем, что Он самый милостивый, Он и самый суровый в наказании. Поэтому пророк, саллаллаху алейху ассалям, боялся Аллаха. Так должен бояться каждый мусульманин. Первый хадис, который передает Бухари, от Абу Хурейра, р.Анху, пророк говорит, саллаллаху алейху ассалям, Если бы вы знали то, что я знаю, то вы мало смеялись бы и много плакали. Если бы вы знали то, что я знаю, то вы мало смеялись бы и много плакали бы. Другой версии этого же хадиса, Имам Термези дополнил его от Абу Зара. Пророк говорил, саллаллаху алейху ассалям, Я вижу то, что вы не видите. Я слышу то, что вы не слышите. Он говорит, аж заскрипело, говорит. Небеса скрипят. И положено им, говорит, этим небесам скрипеть, Потому что на небе нет места, Где помещаются четыре пальца, да? Чтобы там не было ангела, Который положил голову, Опустил лоб в суджуд. На небе нет места с размером четырех пальцев, Чтобы там не было одного ангела, Который делает суджуд. То есть, ангелов их настолько много. Величие Аллаха настолько велико. Мы просто не можем себе представить. И потом пророк говорит, Валлахи, клянусь Аллахом, Лау та'ламуна ма а'ламу, Ла дахиктум калилен, Ва ла бакайтум катира, Вы мало смеялись бы, Много плакали бы. Ва ма ата ля азазтум бин ниса и аля аль фуруши, Вы не наслаждались бы женщинами в постели, И вышли бы вы, Если бы знали то, что я знаю, Вы ходили бы на дороге, И молили бы Аллаха о милости. И Абузар, передатчик этого хадиса, Говорил, ход бы, я говорю, Был бы каким-нибудь растением, Деревом, которое срубили, и все. Ее, как бы, жизнь закончилась. Ход бы, я говорю, был деревом, Которое срезали, Чтобы мне больше не предстать перед всеми. Видите, как Абузар боялся. Мухира передает хадис, Имам Муслим передает этот достоверный хадис, Что пророк, саллаллаху алейкум, Он, у него ноги опухли от долгого выстраивания намаза. У него опухали ноги от долгого выстраивания намаза. Представляете? Оттекали ноги. Другой версии этого же хадиса, Это достоверный хадис. Он молился, говорит, пока не оттекали ноги, Опухали у него ноги. И когда ему сказали, Ты почему так себя утруждаешь? Ведь тебе все грехи прошены. У тебя нет грехов. И то, что было, будет. Если даже было бы, Они были бы так прошены. И пророк сказал, Афаля акуна абдан шакура. Неужели я хотя бы не буду благодарным Аллаху рабом? То есть, это не то, что он там, Как бы, из-за прощения грехов. Из-за благодарности Аллаху субханаху ва та'алу. Аиша передает, Ради Аллаху анха, Она говорит, Его деяния были постоянными. То есть, он постоянствовал в деяниях. Если он что-то начинал, Он его регулярно делал. И она говорит, Кто из вас может то, что мог он сделать? Другой, В другом хадисе тоже, Аиша говорит, Ради Аллаху анха, Его усердие в поклонении, Что он постился так, Что мы говорили между собой. Да он вообще все время постится у него, Что разговения не бывает, что ли? Сунат посты имеется в виду. То есть, так постоянствовал, Что мы говорили, Что он вообще, наверное, не отпускает возму. Потом видели, говорит, Он отпускает, Говорили, Что он что, вообще не постится? То есть, Постится, отпускает. Но это постоянно. У нас, Некоторые мусульмане, Там, Перед Рамаданом, Допустим, Некоторые, Машаллах, Есть люди, Которые два месяца, Ираджам, Ишабан, Потом еще Рамадан. Но потом, Остальное время, Они забывают про пост. Нет, Надо постоянствовать посте. Зима, Лето, Он должен, Ну, Хотя бы там, Неделю один, Два раз, Месяц, Три раз. Как это делал, Посланник Аллаха, Салли Аллаху, Алейкум, Самое лучшее поклонение, Которое, Поклонение, Которое совершается систематически, Регулярно. Это самое лучшее поклонение. Люди, Месяц Рамадан, Да, Смотришь, Он от Аравих ходит, Кьяму, Лейль, Встает, Все, Все, Закончился Рамадан, И он закончил. Сдулся, Все. Его потом, До следующего Рамадана, Никто его больше не видит. Нет, Это неправильно. Это неправильно. Не такова была сунна пророка, Алейсуалату, Он что-то делал, То делал это постоянно. Следующий, Этот же хадис передали и Ибн Аббас, И Умусалама, И Анас тоже. Анас передает, Хадис тоже, Говорит, Когда бы ты не пожелал Увидеть ночью Пророка, Алейсуалату, Ассалям, Совершающим намаз, Это Кьяму, Лейль, То ты его, Ты видел, Говорит, Его. То есть, Настолько часто молился, То, Когда бы ты и хотел, Ты видел. Когда бы ты не хотел, Чтобы он послал, Увидеть его спящим, Ты мог его увидеть и спящим. То есть, Он ночью и спал, Но и обязательно Вставал на Кьяму, Лейль. В Коране, Аллах, Субхану, Аталя, Описывая, Молитву, Пророка, Говорит, Аллах знает, Поистине знает, Что ты почти две трети выстаиваешь ночи. Две трети ночи. Чуть меньше, Двух трети. Половину ночи выстаиваешь, Одну треть выстаиваешь. И те, Группа твоих сподвижников тоже. То есть, У него бывало, Он мог всю ночь молиться. Сейчас мы дойдем до этого. Две трети ночи. Иногда половину ночи. Иногда одну треть ночи. Но, И не считая всех остальных суннатов, Равати, Басуннаты, То есть, Он делался самым наилучшим образом. И какие у него намазы были, Мы сейчас, Иншаллах, Скажем. Ауфну Малик, Роди Аллаху Анху, Рассказывает. Предыдущий хадис, Имам Бухари, Муслим, Передали. Ауфну Малик, Передает, Что однажды, Он говорит, Я был с пророком, Алейсалату, Ассалам, Ночью. Он почистил, Родовую полость, Потом сделал омовение, Потом начал молиться. И Ауф говорит, Я стал рядом с ним, Тоже решил с ним в эту ночь, Яму лейль, Ночью помолиться. Он говорит, Начал с Бакара. Бакара – это два с половиной джуза, Пятьдесят страниц. Какой бы аят не упоминал милость Аллаха, Он останавливался от чтения, И начинал просить Аллаха эту милость. Где бы ни доходил до аята, Упоминающего наказание Аллаха, Он останавливался, И начинал делать истиазу, То есть просить защиту от этого наказания. Потом сделал рукуру. И находился в рукуе, Столько же, сколько читал эту Бакару. Говоря, Субхана зильджабару, Ти валмалаку, Ти валазама. Вот этот оспех читая. Потом сделал сучуд. И в сучуде так же долго оставался. Бакара прочитать, Это где-то около часа. Потом, Потом, В втором ракате, Алю Амрам прочитал. Еще один чуд. Потом, Суру за сурой и читал. И в рукуах сучудах так же долго находился. Представляете, Это намазы. Это сколько же надо стоять, Чтобы Бакара, Алю Амрам, Потом еще суру, Еще суру. В рукуе, Столько же, Сколько читал Бакара. Это сколько силы, Воли надо иметь. И сколько терпения надо иметь. Чтобы вот так стоять, Всю ночь в молитве. Он, Салли Аллаху Алейху Ассалям, Делал это. Хузейфа передает, Говорит, Это же, Такое же подобное, Это у Рибаят хадиса. Хузейфа говорит, То же самое, Бакара прочитал, Столько же в рукуе находился, Потом, Суджуды, И потом, Между Суджудами, Тоже долго сидел, Так же, Прочитал Бакара, Алю Амрам, Сура Ниса и Майда. Это почти, Одна пятая часть Хур'ана. Одна пятая, Одна шестая часть Хур'ана. Он, Прочитал, Не считая, В этих руках Суджуда, Как долго он находился. Аиша, Роди Аллаху Анха, Передает, Однажды, Пророк, Салли Аллаху Алейху Ассалям, Всю ночь молился, Читая один аят. То есть, Читает Фатиху, И после Фатихы, Один и тот же аят, Читая, 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 Один аят. Всю ночь молился, Читая, После Фатихы, Один аят. Сказано, Что это аят, Из Суру Тульма Ида, Ин туазибхум, Фаиннахум, Аибадук, Ваин тагфир лахум, Фаиннака, Антал Азизул Хаким. Вот этот аят, Чуть больше полстрочки, Он повторял до утра. Следующий хадис от Абдулыбну Шихира, Роди Аллаху Анху, Он говорит, Я пришел к пророку, Алейсалату Ассалам, И Исходил, Как изнутри у него Такой звук, Как от шипения котла, Когда кипит котел, Там такое шипение, Такое булькание бывает. Вот такой звук Исходил, Говорит, Изнутри пророка, Алейсалату Ассалам. Ученые объяснили, Это из страха Перед Аллахом, Субхану Абата'алям. Такое же, Ибрагима бывало такое. То есть, Настолько Велик был страх, Что Он, Салли Аллаху, Алейсалам, Исходил такой звук. Это достоверный Хадис, Который Передает Абу Давуд, Термези И другие. Ибн Абихаля Передает, Что Это был Пасынок Пророка, Алейсалату Ассалам, Сын Хадиджи. Он говорит, Что пророк, Салли Аллаху, Алейсалам, Постоянно Бывал в печали. И Постоянно Был в размышлениях. Он Покоя не находил, Говорит, От вот этого Постоянного Размышления, От переживания. Это не отражалось На его встречах С людьми. Он улыбался, Все. Но Когда сам Наедине Оставался, Он Постоянно Находился В печали И В размышлении. Теперь Вопрос О чем? О том же, Что и мы? Где деньги Заработать? Куда детей Устроить? Как детям Дома Постой? Нет. Он Переживал За Наш Ахират. За Нашу Судьбу За Как мы Умрем Как мы Предстанем Перед Аллахом Понимаете? Вот о чем У него Бывали Переживания. И Он Салли Аллаху Алейху Ассалям Говорит В достоверном Хадисе Который Передает Муслим Я Прошу Прощения То есть Каюсь Перед Аллахом Сто раз Каждый день Таубу Делал Каждый день Сто раз Другой Версии Сказано Более Семидесяти Раз Я Студентов Иногда Спрашиваю Я говорю Кто Из вас Делает Сто раз Покаяние В день Это Делал Посланник Аллаху Которого Не было Грехов Представьте Сколько Мы Должны Делать Покаяния Сколько Мы Должны Таубу Ученые Говорят Тот Кто Хочет Благополучной Жизни Благополучной Жизни Спокойной Жизни И Благополучного Ахирата Почаще Делайте Истегфа Сделайте Привычку Что у вас В рту Постоянно Время От времени Идет Истегфа Астагфи Аллаху Атуб Или Просто Астагфи Аллах Или Тот Зикр Который Делал Пророк В конце Жизни После Взятия Мекки Когда Пришло Пришла Сура Из-за Анас Руллахи Вальфатх После Этого Пророк Как Передает Аиша Роди Аллаху Анха Говорит В руку В сучуде Сидя Лежа На ходу Постоянно Делал Зикр Субхан Аллахи Ваби Хамдихи Астагфир Аллаху Атуб Или Один из лучших Зикров Тут И прославление Аллаха Отрицание Всех Недостатков Благодарность Аллаху И просьба О прощении И покаяния Сожаление Асадия Все Четыре Этих Качества В этом Зикре Кто будет Почаше Делать Кто Я же Вам рассказывал Хасан Аль-Басри Роди Аллаху Анху Приходит Один человек Хасан Абасри Это Имам Табли Дождей Дождей Что Делать Он Говорит Истигфар Делать Почаше Потом Приходит Другой Говорит Имам Проблемы Материальные Имущества Нужно Он Говорит Истигфар Делай Приходит Третий Через Какой Это Они Поочередно Приходит Говорит Имам Детей Аллах Не Дает Он Говорит Истигфар Делай Когда Он Ушел Один Из Ученков Говорит Имам Это Что Такое Как Это Понять Разные Проблемы Ты Одно И То Истигфар Истигфар Дождя Нет Истигфар Имущества Нет Истигфар Детей Нет Истигфар Что Такое И Хасан Басри Прочитал Священный Куран Священный Куран Где Аллах Субхан Говорит Истигфиру Раббакум Инна Кана Гафара Юсили Сама Алейкум Идрара Ва Юмдид Кум Би Амвали Ва Банин Ва Яджу Лакум Джанна Ти Ва Яджу Лакум Анхара Истигфир Нух Когда Нух Говорит Своему Народу Просите Прощение Кайте Перед Господом Тогда Он Отправит Вам Обильные Дожди И поддержит Вас Имуществом Увеличит Вам Имущество И детей И даст Вам Прекрасные Сады Реки В чем Смысл Многие Наши Проблемы Бывают По причине Наших Грехов Как Пророк Говорит В хадисе Порой Человеку Бывает Предписан Какой-то Рызг Он Совершает Грех И Аллах Ему Его Не дает Ему Уже Был Он Предписан Ему Он Должен Был Как Аллах Хотел Ему Дать Он Согрешил Аллах Его Лишин Поэтому Безгрешных Людей Кроме Пророков Не Бывает Что Надо Делать Осознанно Неосознанно Совершил Грех Сразу Делай Таубу Покайся Может Ты Через 5 Минут Еще Раз Покайся И Вот Так Если Ты Сделаешь Вот Такую Традицию Что Ты Постоянно Ты Будешь Безгрешным Ты Будешь Как Праведник Поэтому Пророк Оставил Эту Нам Сун Это То Что Вызывает Довольство Аллаха Субхану Он Салли Аллаху Говорил Что Самая Большая Радость От Вашего Местского Он Говорил Я Нахожу В Намазе То Самое Большое Удовлетворение Я Получаю От Намаза Сейчас Дорогие Братья Мы Многие Этого Не Понимаем Да Как Можно От Намаза Получать Удовольствие Да Для Наш Намаз Это Как Абуза Которую Быстрее Вы Скинуть Себя Как Наказание Какое-то Быстрее Сделать Поэтому Имам Чуть Чуть На Две Минуты Больше Читает Уже Возмушают Что он Так Долго Читает Да В прошлом году Когда Месяц Рамадан В кольцевую Мечет Привезли Там Ученого Хафиза С Египта Он Чуть Больше Прочитал Там Такой Бунт Был Наших Горожан Возмушались Что Так Много Читает Правильно Когда Человек Не Понимает Что Такое Намаз Он Не Чувствует Это Тогда Да Это Действительно Тяжело Они Это У них Было Другое Восприятие Намаза Например Вам Привожу Пример У вас Есть Какой-то Любимый Ваш Близкий Человек У кого-то Жена У жены Муж У детей Любимая Мама Долго Не Виделись И Когда Они Встречаются И Разговаривают Полчаса Час Им Надоедает Общаться Находиться Рядом Нет Как Шейх Раджа Абдиб Рахматуллахи Алейхи Ученый Был Сирии Праведник Он Говорил Если Вдруг Молодой Влюбленный Парень Засватанная Девушка Приглашает Его Ночью Приходи Там Поговорить На встречу Где-то На Публичном Месте Он Влюблен В нее Если Он Будет Час Стоять Нас Говорят Ему Это Надо Есть Или Нет Нет И Два Часа Не Надо На Он И Всю Ночь Там Стоять И Сон Как раз Ни в одном Глазу Почему? Потому что Он С Любимым Говорит Когда У нас Будет Ко Всевышнему Любовь Вот такая Как Она Была У пророка И его Сподвижника Поэтому Они не Уставали От этих Намазов Поэтому Они Не пропускали Этих Намазов Тогда И мы Будем Долго Выстаивать А так Мы Сегодня Как будто Говорим С воздухом Не Вспоминаем Всевышнего У нас Сердце Заполнено Кем Угодно И Чем Угодно Только Не Всевышний Вот Чем Наша Проблема Мы Что Угодно Помним Что Угодно Обсуждаем Но Только Не Всевышний То Время Как У них Основные Беседы Были О Всевышнем О Религии Всевышнего О Ахирате О том Что ждет Нас В могиле Ведь Если взять По большому Смотрите Наша Жизнь На этом Свете Как Мы Видим Сейчас В Газе Грудные Дети 5-6 Лет 10 Лет Позавчера Наш Сосед 20-летний Парень Поехал Туда Отвезти Там Груз И Пришло Оттуда Весь Пришел Погиб Попал Аварию 20 лет Только Начал Жить Еще Не Женился Судьба Ему Была Всевышний Отпустил Ему 20 лет Жизни Теперь Сколько Он Будет В Могиле Аллах Только Знает До Судного Дня Сколько Тысяч Лет Он Проведет В Могиле А В Могиле Есть Своя Жизнь Там Жизнь Там Они Души Умершие Встречаются Общаются Кто-то Сладает Кто-то Наслаждается А потом Судный День Для Одних Для Праведных Он Будет По Времени Двухракатного Намаза Для Других Он Будет Длиной 50 Тысяч Лет Потом Будет Ахират Уже Вечный Или Рай Или Ад Это Мирская Жизнь Самый Короткий Промежуток Это Мирская Жизнь Мы Об этой Жизни Думаем О том Что в могиле У нас Будет Тысяча Лет Это Мы Не Думаем И То Что Вечно Будет Об Этому Не Думаем Все Не Ел Ходил Одевался В Скромной Скромной Одежду Дом Даже У него Изнутри Не Был Побелен Глиняная Штукатурка И Все Когда Он Обнаружил Что Жена Белая Белая Глина Белый Дом Он Говорит Ты Что Делаешь Она Говорит Ну Красоту Женщина Ходит А что Время Есть Говорит Мухаммад Данухский После Подошел Руку Пожал Все Живой Здоровый Человек Через Два Дня Раз Умер Незавтра Умирает Человек Вот И Вся История Жизни